Вместо наказания – работы на благо общества и возможность вернуться к нормальной жизни. Первый в области центр для осуждённых, который будет работать при предприятии, открылся в Вахрушах – на промплощадке Вахруш-Литобуфе и Вахруш-Юфть. К нам идёт очень много обращений. Каждый год идут эти обращения. Обращения от осуждённых, те, кто отбывает наказание и которые хотели бы оставшуюся часть неотбытого наказания заменить более лёгким видом наказания. Исправительная работа – это как раз то наказание, которое могло бы им подойти в этом смысле. Пишут родственники осуждённых, которые хотели бы иметь в том числе и какую-то помощь от своих родных, которые отбывают наказание для воспитания своих детей или пожилых родственников. Я надеюсь, что проект будет очень эффективный. Тем более, что для нас не безразлично, какими вернутся после отбывания наказания те осуждённые граждане вашего региона. Какими они освободятся и какими профессиями они будут владеть. Я больше чем уверен, что многие из них после отбывания наказания, работая в стенах вашего предприятия, они останутся и здесь дальше работать. Я думаю, что, во-первых, они пройдут определённую адаптацию на нашем предприятии. Ну, естественно, они заработают деньги. Мы создадим все условия. Собственно, мы уже и создали их для, будем говорить, проживания, для работы. Социальный лифт для тех, кому суд за преступление небольшой средней тяжести назначил принудительные работы сроком до пяти лет. Сюда могут попасть и те, кто впервые совершил тяжкое преступление. Если они отбыли большую часть наказания и своим поведением доказали, что готовы к освобождению. Бытовые условия созданы, безопасность обеспечена. На этих участках повторной преступности вообще не допущено ещё по всей стране. 28 уже открыто, больше 2 тысяч находятся там и ещё не допущено. А в целом по России у нас сейчас возможность размещения есть около 11 тысяч осуждённых. 139 центров открыто по всей стране. По всей России, во-первых, уровень повторной преступности среди этой категории в 4 раза ниже, чем среди остальной категории. И, во-вторых, эта категория осуждённых, она мотивирована именно к труду. В центре можно разместить до 50 осуждённых. Сейчас здесь находится 9 человек. Все они сами добираются до рабочего места, осваивают профессии, получают зарплату, оплачивают коммунальные услуги. А в выходные могут встречаться с родными. Любое нарушение правил грозит возвращением в колонию. Так что стимул соблюдать порядок у тех, кто оказался здесь, есть. Субтитры создавал DimaTorzok